Девушки отдыхают Это было красиво, прекрасная техника Сейчас мне все равно с кем биться И если Ник захочет встретиться в конце этого года, да без проблем Если он хочет поквитаться за своего брата, то погнали Автомобиль Хамзата Чимаева, который был ему подарен Рамзаном Ахматовичем, недавно был разбит Авария произошла на территории Чечни И как сообщается в результате этого инцидента, никто не пострадал Кто был за рулем, неизвестно Крис Вайдман поделился фотографиями из больницы, показав, что сейчас находится у него в ноге после жуткого перелома Дана Вайт сказал, что бывший чемпион уже пытался самостоятельно передвигаться Что подтвердил сам Крис Забит Магомед Шарипов не выступал в октагоне UFC уже с ноября 2019 года И руководство вынуждено было исключить его из официальных рейтингов Теперь его позицию в дивизионе занял Яир Родригес, а весь полулегкий вес быстро поднялся вверх на одну строчку Пока неизвестно, когда вернется боец и с чем связан его долгий простой Конор Макгрегор демонстративно пожертвовал полмиллиона долларов в фонд под названием Клуб парней и девушек Акадианы И эта организация как раз располагается в городе Лафаэт, откуда родом Дастин Порья Так Конор решил отыграться перед Порья за его слова о том, что Макгрегор так и не пожертвовал средства в фонд бриллианта Детский клуб Акадианы получил на прошлой неделе неожиданный звонок И мы с радостью сообщаем, что Конор Макгрегор пожертвовал 500 тысяч долларов на поддержку потрясающего населения Южной Луизианы Эта инвестиция меняет правила игры Спасибо Конор за то, что обеспечил наших детей всем необходимым для роста и процветания этим летом Турнир UFC 261, который стал одним из лучших в истории, собрал более 700 тысяч платных продаж Заняв третью строчку в этом году по данному показателю Уступив только реваншу Макгрегора и Порья А также битве в полутяжелом весе между Адысанией и Блаховичем Также по сообщениям вице-президента UFC в России Андрея Громковского Новые турниры в нашей стране могут состояться уже в 2021 году Ситуация улучшается, хотя она до сих пор остается непростой В контексте того, что в США прошел первый турнир с полным залом Мы надеемся, что через какое-то время сможем получить разрешение на получение подобного турнира и в России Но пока у нас нет никаких четких планов и дат Мы, конечно же, очень хотим вернуться Этого ждут болельщики, бойцы, да и мы все Надеемся, что это получится в этом году Продолжение следует... Продолжение следует...